Привет-привет, ребята, добро пожаловать! А мы с вами продолжаем создавать страшных персонажей. Итак, мы с вами уже успели создать Момо, мы с вами успели создать Слендера, и сегодня у нас будет целых два перса. Почему два? Потому что для Слендера как бы мы строили еще и домик, а тут я решила, что нужно все-таки попробовать создать Грэнни. Да, многие ребят меня просили раньше создать Грэнни, но я не находила дополнительного контента для нее, пока не наткнулась на один интересный сайт. Если я не забуду, я добавлю его в описании, а если забуду, то я уверена, что вы мне напомните. Итак, у нас сегодня будет не только Грэнни, но и Слендерина. Сколько я видела версий, кто такая Слендерина и кем она приходится Грэнни. В общем, короче, рассказываю все версии. Слендерина дочь Слендера, Слендерина жена Слендера, Слендерина дочь Грэнни, Слендерина мама Грэнни, Слендерина внучка Грэнни и Слендерина правнучка Грэнни. В общем, я думаю, что мы с вами остановимся на самом распространенном варианте, что Слендерина это внучка Грэнни. По поводу Слендера мы с вами пока это трогать не будем, потому что... Да, короче, что я вам-то рассказываю, я буду лучше делать и вам показывать, рассказывать, а то мы как-то с вами тут засиделись. Итак, что интересно, я наткнулась на что? Что интересно, что нашу Грэнни будет интереснее создать в виде вампира. Почему в виде вампира, вы сейчас узнаете. Так, что-то она у нас какая-то маленькая. Наконец-то мы можем избавиться от этого товарища. Давайте мы ее сделаем чуть-чуть повыше. Итак, Грэнни у нас будет, скорее всего, давайте сделаем ее сначала бабулькой, но, в принципе, если у нас с вами планируется летсплей, да. А, ребят, я все-таки хочу попробовать криповый какой-нибудь такой вот летсплей. Криповый, криповый, в общем, по-разному произносит это слово, в зависимости от того, с какого языка мы с вами берем. Но, в общем, сейчас мы с вами не об этом. Я бы попробовала все-таки возродить психушку. Но мне еще подсказывали также по поводу летсплея, который называется Тюрьма. И также по поводу не только тюрьмы, но, опять-таки, психушки. И ребята, конечно, писали свои предложения, но большинство из них было типа создать персонажей, поселить в одном доме. И пусть они всех убивают. Ну, это, конечно, интересно, но мне кажется, что оно, ну, наверное, на серии второй уже станет никому неинтересно. Поэтому, думаю, что лучше так. Давайте мы с вами кожу выберем. Что-то какая-то не такая. О, вот такая у нас будет бледненькая. Хотя, знаете, давайте вот так вот. То есть пусть у нашей Грэнни будет более-менее натуральный вид. Так, все, мы с вами все убрали. Итак, Грэнни. Грэнни у нас будет достаточно сложный персонаж. Потому что, как я уже говорила, когда мы с вами строили для нее домик, особо доп-контента для нее как бы и нет. Вот я сейчас открыла у себя на телефоне. То есть у меня открыта ее картинка. Хотя, о чем говорить? Картинка для Грэнни. Давайте посмотрим, что у меня есть для ее глаз. Если у меня вообще что-то для ее глаз. Или же у меня вообще ничего нет. Нет, должно быть. Так, давайте смотреть, чтобы ей такое подобрать. Нет, это нам все не понадобится. Нам нужны для нее криповые глаза. То есть такие вот совсем страшные, жуткие, чтобы она нас тут всех пугала. Так, что у нас с вами есть? Ну, это нас с вами особо не интересует. Давайте-ка перейдем. Наверное, сначала мы должны ее сделать просто жуткой. Так как она у нас такая вот бабулька. А ну-ка, давайте мы ее сразу же сделаем бабулькой. И, конечно, мы с ее фигурой еще поработаем обязательно. Так, я нашла получше фотографии, потому что как-то вот эти все они какие-то не айс были. Там ее плохо видно. Значит, у нас должны быть... Ну, эти глаза, я не думаю, что нам с вами подойдут. Они хоть такие, вы знаете, мутные, некрасивые, но все-таки это не наша Грэнни. Значит, насколько я помню, у нее брови... Ну, с бровями вообще были проблемы, но я думаю, что мы с вами постараемся сделать такую Грэнни. Типичную Грэнни. То есть, чтобы она у нас была жуткая, страшная. Так, давай вот как-то так тебе их сделаем. И да, мы сегодня с вами попробуем создать слендерину. Что у нас из этого получится, я не знаю. Понимаете, это достаточно специфический контент касательно слендерина и прочее. Потому что, допустим, найти для них какие-то сисишки крайне сложно. Вот я вас удивлю. Так, мы ее сейчас будем делать страшненькой. Страшненькой, она же у нас всех там пугала. Ну, не знаю, синяки. Давайте будут легенькие. То есть, опять-таки, я не делаю прям стопроцентную Грэнни. То есть, она у нас стопроцентная и не получится. Но я хочу сделать хотя бы ее прототип. То есть, чтобы, допустим, когда у нас пойдет сам летсплей или же какой-то челлендж, то чтобы она у нас действительно страшно так вот выглядела. Не знаю, стоит ли ей трогать рот. Ну, давайте не слегка такой вот сделаем морщинистые страшненькие зубы. Ну, зубы, зубы, зубы. Так как она у нас вампир, в принципе, можно было ей сделать страшные зубы. Хотя нет, давайте пусть такие вот будут зубы. Уши. Уши надо поменять. Уши мы сделаем... А давайте слегка заостренные. Ну, может быть, это... Хотя нет, ладно. Человечески мы тебе сделаем уши. Так уж и быть. Так, чуть-чуть расширим тебе лицо. Давайте попробуем поискать какие-нибудь для нее линзы. Все-таки я точно помню, что я накачивала для нее глаза. Значит, где вы можете у нас быть? Здесь? Здесь или не здесь? Нет, ну, Грэни в очках, конечно... О, во! Вот, ребята, вот такая вот крепота. Вы посмотрите, что я нашла. Да, автор, конечно, просто молодец. Да, оно смотрится, ну, немножечко странно, конечно, но... Опять-таки, мы же с вами как бы отталкиваемся от персонажа реального. Во! Мы с вами убираем якобы ресницы, которые у нас есть. Ну, и посмотрите, издалека почему бы и не Грэни. Также, как вы знаете, для нее нам нужна специфическая одежда. То есть... Так, чуть поменьше давай сделаем. Вот такая ты у нас будешь. Так, нам нужна будет для нее длинная белая ночная рубашка. Вроде бы я ее тоже качал. Но будем смотреть. Так, чуть-чуть тебе губы уберем, чуть-чуть тебе подбородок уберем. Ну, знаете, выглядит уже немножечко страшно. По поводу волос. Понимаете, что по поводу волос? То есть у нее такие, насколько я помню, там были какие-то три несчастных волосины, поэтому... Че-то мне уже страшно. Че-то мне уже страшно, как она кряхтит. Не кряхти, пожалуйста. Трех волосин у меня толком нет. Мы можем с вами взять либо какую-то мужскую прическу. Нет, можно, конечно, такую Грэни. Ну, а че? Нет. Это какая-то не страшная Грэни. Нам же нужна страшная. Я помню, что мы с вами для Пеннивайза. Помните, есть... Короче, у нее же там вообще практически не было на затылке. Нет, на затылке, по-моему, даже волосы были. О, господи. Она уже бросаться начинает. Это у нас вообще галючаная, шмучаная. В общем, по поводу летсплея. Пока что мы с вами создаем персонажей. Большое спасибо всем, кто понаписывал, кого нам с вами стоит добавить. Там тысячи комментариев. Я вам сразу хочу сказать тысячи. Люди столько предложений бросали, кого стоит создать из крипипасты. Я, конечно, буду стараться выбирать самых-самых популярных персонажей, но, как вы понимаете, создать всех. Учитывая, что у нас с вами будет, получается, ну, ограниченное количество персонажей, так как моды на большое количество персов глючат, а не очень бы хотелось кого-то потерять. Хотя я подумаю. Я посмотрю. Может быть, я все-таки поставлю такой мод. Пока не знаю. Ну, в общем, в любом случае мы с вами за них поиграем. И пока что все-таки правила продумываются. Я вот поддерживаю, в принципе, психушку, но я думаю, что мы с вами можем попробовать психушку по своим правилам. То есть, чтобы у нас были свои какие-нибудь... Может быть, мы их совсем сильно ужесточим, чтобы прям вот нереально было сложно. Либо же, наоборот, сделаем как-то попроще. Ну, посмотрим. То есть, ребят, я все еще открыта для предложений. То есть, если у вас есть какие-то, ну, прям очень интересные предложения, то пишите, конечно же, в комментариях, чтобы вы, допустим, вот... Если вы не видели психушку, рекомендую вам посмотреть. Она у меня есть на канале. Целый плейлист есть. Поэтому рекомендую, посмотрите. Может быть, вам это что-то подскажет. То есть, какие-то идеи. Так, предлагаю переходить на мужские короткие, потому что чувствую, что нам с залысинами... Слушайте, а может, что такое Грэнни сделать? Ну, это совсем, конечно, будет печалька. Ну-ка, дайте-ка я на нее посмотрю еще. Тээкс. Грэнни. Грэнни, Грэнни, Грэнни. Грэнни, Грэнни. Ну, да, у нее как бы волос нет, но я сейчас посмотрю... Ой, божечки, кошечки. У нее, получается, волосы только там сзади есть редкие. Но такой вариант, наверное, не прокатит. Хотя, хотя, знаете, мне просто жалко делать ее совсем уж... Нет, ну, хорошая игра, ничего нет. Мне просто жалко ее делать совсем лысой. Поэтому мы могли бы выбрать тот вариант. Есть, конечно, такой. Есть такой. Слушайте, вот давайте вот такой. Будет у нас имитировать, как будто бы у нее, ну, совсем мало волос. Там три волосинки. Нет. Это какая-то странная Грэнни. Так. Это тоже странная. Не-е-е. Это у нас все не пройдет. Хотя можем взять вот тот, который у нас с вами был. Давайте, короче, короче, давайте вот возьмем то, что мне понравилось в самом начале. Пусть у нас Грэнни будет более-менее человекообразная все-таки. Так, лицо. Лицо нормальное. Я просто, понимаете, создать, опять-таки, перса надо чуть-чуть больше нос, насколько я понимаю. У тебя он совсем какой-то маленький. То есть вот это уже идет сугубо моя фантазия. То есть как бы я ее перенесла в игру Sims. Так, нос мы делаем... Вот я сейчас смотрю, она на всех, конечно же, картинках рычащая-кричащая. Так, давай-ка мы тебе вот так сделаем. Достаточно острый у нее кончик носа. То есть такой вот прям я бы сделала вот так вот даже тебе. Зубы, кстати, ребят, я сейчас смотрю, зубы-то у нее ровные. Поэтому, кстати, предлагаю чуть-чуть пониже подбородок. Лицо у нее не очень... Ну, и что вот это было? Почему... Почему игра себя иногда так ведет странно? А лицо у нее более такое... Давай-ка вот сюда. Какая-то у тебя странная форма лица, дорогая моя. Во! Давайте вот такой ее сделаем. Хотя, знаете, я опять все понимаю, что, наверное, нам с вами прическу. Ей нужно будет вернуть все-таки к той более лысоватой, потому что... Ну, наверное, будем к ней возвращаться. Ладно. Ладно. Ну, вы, ребят, напишите в комментариях. Может быть, мы все-таки вернемся к этой притче. Ну, которая у нас только что была. Потому что, как для летсплея, мне кажется, что будет поинтереснее, если у нее все-таки хоть какие-то волосы будут. Так, давайте-ка посмотрим, где я нашла... Вот. Вот этот вариант. Да, вот я такой грань не видела, поэтому... Давайте уже на этом остановимся. Ну, мы сейчас ее будем переделать по-своему. Сделаем такой вот слегка островатый нос. Божечки-кошечки. Какая-то... Слушайте, а бровей-то у нее, получается, нет, что ли? Без бровей ты у нас будешь, дамочка. Может, тебе какие-то... А давайте легкие. У нее... Вот я сейчас смотрю на фотографиях. У нее как будто бы вот здесь сбоку что-то есть, типа бровей. Ну, это, конечно, не брови, а такое вот остаточное явление. Может, она себе перевыщипала брови, и поэтому стала такая страшная. Надо ей уже лицо. Она же у нас, когда на фотографиях этих кричащая, то мне кажется, что должно быть совсем такое узкое. Давайте вот такую ее оставим. Только чуть-чуть меньше голову, потому что как-то она совсем здоровая. Так, ну, в плане тела... В плане тела. В плане тела. Хорошая формулировка. Че такая маленькая Грэнни? Ты не будешь такой маленькой. Нам, в принципе, все равно, потому что она у нас все время будет ходить в ночнушки. Я вот не знаю по поводу... Че? Какая сипоя? Ну, сипоя так сипоя. Значит, я, в принципе, планирую для нее выбрать остальные наряды тоже вот в таком же стиле, типа... Типа, вы поняли. Так, что у нас тут есть? Сейчас пробежимся. Видите, допы только подгружаются. Я какие-то накачивала ночнушки, поэтому... Вот, смотрите, можно для нее такое вот платьице выбрать, если она кое-нибудь у нас будет собираться. О, божечки. Так, нам нужна какая-то... Не, можем ее... Ребят, я предлагаю один из костюмов ей такое взять. Ну, мы же с вами развлекаться собираемся. То есть у нас не будет... Ну, я думаю, что с персонажами крипипасты быть серьезной летсплей точно не может быть, поэтому... Я еще подумаю, может быть, я Момо как-то переодену забавно. Нет. Это точно нет. Так, нам нужно, нам нужно, нам нужно... Нам нужно найти для нее ночнушку. А вот и ночнушка, друзья мои. Она, оказывается, с самого верху была. По поводу обуви. Давайте возьмем для нее тапочки. Ну, пусть она у нас будет в тапочках, а то как-то вдруг все ноги еще отморозят. И я буду виновата в этом. Так, вот такие вот у нас будут тапочки. Кстати, по поводу... Она же у нас ходила с битой, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, я когда смотрела... Строила дом и смотрела летсплей у Олега, вроде бы она с какой-то то ли кувалдой, то ли битой ходила. Но вот я не знаю, есть ли у нас бита... Я вроде бы оставляла, а может быть и не оставляла. Давай посмотрим. Что у тебя есть-то? Ну, ребят, у нас есть бита Харли Квин. Как вы думаете, для нее прокатит бита Харли Квин? Харли Квин, можем с ножом ее пускать. Ну, нож как-то так. Ну, вот такая вот бита. Вот такая вот бита. Давайте... Ну, как-то странно это немножко выглядит. Вот я немножко сомневаюсь в наличии биты. Ну, пусть будет. Ладно. Ребят, мы с вами для пущего эффекта возьмем для нее биту. Я думаю, что она у нас должна быть покрупнее. О! Только плеть! Тихо, тихо, тихо! Ты у нас не должна быть скачком. Вот так мы тебе сделаем. Покрупнее немножко. Так, по поводу офиса. Это я люблю доп-контент. Официально у нас будет одежда для Грэни. Это я уже сразу хочу вам сказать, что я делаю уже под... Нет, ну а почему бы и нет? Я уже делаю под наш летсплей. Поэтому, ну, ребят... А почему Грэни не может походить на таких вот каблучках? Ребят, а что с волосами у нее? Что это за крепота-та-та? Ладно. Может быть, мы какой-нибудь... Что с ней? А, у нее пропали глаза. Да, кстати, у нее, между прочим, надо будет везде здесь ее глаза повставлять, потому что она у нас будет в противном случае... Ага, у нас будет в противном случае реально без глаза. Такс. Ага, глаз у нас тут, по-моему, и нет. Нам нужно с вами перейти в полноценный режим. Так, где твои глазишки? Во! Слушайте, а давайте вот такая будет, ну, путеменячьи прически. Для спорта. Как у нас Грэни будет заниматься... Слушайте, а давайте везде выберем эти глаза, чтобы они нам не морозили и не мочалили нас тут. Так. А здесь у нас их нет, да? Ну да. Такс. Ведь они должны быть, получается, у персонажа все время, поэтому... Так, смотрим. Есть. Отлично. На вечеринку... Главное, что у Грэни на вечеринку есть топовые глаза. Вот это самое важное. Это убираем. Есть. На жару теперь нам нужны глазки. Нет. Еще вообще... А, это хвост. Божечки, кошечки. Я уже перепугаюсь, думаю, что это такое. Раз. Ну, почему нельзя? Вот я помню, во-вторых или в-третьих Sims можно было поставить этот замочек, и они, допустим, ну, оставалась какая-то часть для всех, допустим, параметров. А может, тут тоже есть. А я просто этого не знаю и не обратила на это внимания. Ладно. Так, официальный костюм мы для тебя выбрали. Ну, спортом, я думаю, что ты будешь заниматься так же. То есть, мы тебе не будем менять прическу. Ты у нас не особо-то будешь к этому стремиться. Значит, бабулька у нас будет заниматься спортом. Нет, ну, ребят, я все понимаю. Ей тоже хочется быть красивой. Нет, это ей точно не понимаю. Можно было, конечно, нарядить с Харли Квинн. Слушайте, а давайте такой вот Найк у нас будет. Вот такой Найк. Ну, угорать так угорать. Такие вот штанишки и кроссовочки. Просто и по классике. Ну, спать ты будешь у нас, дорогая моя. Да, ребят, я думаю, что, скорее всего, вот так она у нас и будет спать. Давайте в пандочке или в мишке голубом. Жесть какая. Так, что у нас есть из костюмов? Я так понимаю, что Грэнни, скорее всего, у нас будет самая старая из всех персонажей. Хотя я еще не до конца дочитала всех ребят, которых мне предлагали зрители. То есть, может быть, у нас там кто-то будет еще постарше. Во, ребят, смотрите, какое красивое платье. Нет, ну, можем взять, конечно, платье Харли Квинн. Почему бы уже... Почему... Нет. Ким Кардашьян из Грэнни это что-то новенькое. Так, ну, это такая... Это тоже такое себе. Надо что-то сделать для Грэнни, чтобы... А, я же хотела вот этот. О, все, ребят, вот такой у нас будет костюм для нее. Желтые такие туфельки, хотя, скорее всего, пойдут бежевые, золотистые. Ну и купальник, ребят. В чем будет купаться наша Грэнни? Я предлагаю, ладно, мы не будем над ней издеваться, пусть уж так будет купаться. В жару она у нас будет ходить... Нет. Хотя... Нет, ну, ребят, ну это совсем уже. А почему бы и нет? В коротком платьице, кстати, между прочим, в таких вот магазинчиках. А вот чтобы ты не... Слушайте, посмотрите, вся в белом. Lady in white у нас получилось. Что ты уже себя в руку взяла? Ну, тебе, наверное, шапочки какой-то не хватает. Шапчоночки. Типичная такая бабушка получилась. Слушайте, а давайте вот эту возьмем. Итак, Грэнни. Тебя будет звать Грэнни... Так, это у нас тот язык. Грэнни... Нет. Грэнни... Ну, наверное... Слушайте, а давайте... Раз она у нас... У нее внучка Слендерина, то она у нас будет Сленди... Давайте Рина. Ну, фамилия будет... Рина. Грэнни Рина. Ну, игра слов у нас получается. Так, ну что? Ты у нас к чему будешь стремиться? Ты у нас будешь... Дурной нрав, понятное дело, что ты у нас будешь... Захочешь быть врагом народа. Я предлагаю тебя сделать немножечко безумной. То есть тут я уже стараюсь подбирать как-то, знаете, таких вот прикольных персов делать. Ты у нас будешь немножечко безумной. Ты... Какой бы тебе сделать-то? Задира. И ты будешь ревнивая. Будешь ревновать свою внучку ко всем подряд. Мне кажется, что второй образ... Ну, хорошо, допустим. У тебя, подожди, все костюмы дублировались, да? В принципе, пусть такой второй образ и будет, потому что мы с вами не планируем как-то ее прям уж так вот... Ага, все нормально. То есть если она даже будет превращаться в вампира, я думаю, что пусть она в такого же вампира и превращается. И теперь нам нужно... Давайте вот от нее, отталкиваясь, создадим ребенка-брат-сестра. Боже мой, ребята. Это плохо. Нас интересует девушка. Но ты будешь... Ладно. На нее у нас все равно, понимаете, все вампиры. А я не хочу делать вампиршу. Поэтому давайте-ка я просто возьму рандомного персонажа. Женского. И... Попытаемся из нее сделать уже слендерину. Знаете, что самое странное? Что наша слендерина, она принципиально не может быть внучкой. То есть она может быть либо сестрой, либо супругой, либо матерью. Ну, то есть как бы Грэнни может быть... А внучкой почему-то она быть не может. Не знаю, с чем это связано. Может, вы мне подскажете в комментариях. Но, в общем, вот такая вот у нас худенькая слендерина. Я решила, что глаза у нее будут не как у Грэнни. А глаза у нее будут сугубо свои. И, как вы понимаете... Ну, я сейчас смотрю, что то, что я вижу в игре, это, конечно... Ну, то, что в игре, это в игре. Сейчас мы с вами постараемся сделать что-нибудь похожее. Так, а ну-ка, давай. У тебя вот, судя по всему, так вот... Нос очень маленький, тоненький. Так, да, вот так. Такой вот надо тебе полу... Ну, не грибочком, но как-то вот так вот тебе сделать. Так, шутя с твоими ноздрями. Во. Вот, отлично. Еще тоненьше, сделаем у нее все тоненькое. Рот у тебя здоровый. То есть, когда ты орешь, то я так понимаю, что... Сделаем ее, давайте, грустной. Пусть она у нас будет супер грустная. Так, вот так у тебя будет идти нос. Вообще, я смотрела по нескольким скриншотам. Я даже сейчас вот так поглядываю. Ну, она чем-то напоминает, ну, очень отдаленно Самару. То есть, такую вот... Кстати, у нее в некоторых... На некоторых скриншотах у нее, получается, красные глаза. Поэтому сейчас это у нас все еще будет под вопросом. Так, чуть-чуть тебе нос шире сделаем, потому что на некоторых кадрах он у тебя достаточно широкий. Ну, губ у нее как таковых нет. То есть, тут как-то что-то с ней делать. Глаза. Глаза у тебя большие и круглые. Так-с. Слушайте, а вот, смотрите, как жутко смотрится. Так. Надо как-то тебе немножечко лицо уменьшить. Во. Вот такая вот, такое пусть будет лицо. Чуть-чуть тебе рот уберем. Этот тоже уберем. Это уже, ребята, я вам хочу сразу сказать, что это сугубо моя фантазия идет. То есть, как бы я ее перенесла в 74, потому что... Ну, блин, вы только посмотрите. Красный, не. Нам тогда нужно... Слушайте, а давайте такие красные глаза сделаем. Ну, вот я серьезно вам хочу сказать. Погуглите. Бейте на английском. Есть варианты с красными глазами. Есть варианты с этими самыми. Есть варианты с белыми. Давайте, может быть, чтобы она хоть как-то отличалась от своей бабульки, то пусть они будут такие вот красные, прям вот кровавые. Нет, это нам не подойдет. Вот именно что красные. Так, ты у нас красавица большерота, но ты у нас должна быть очень худая. Вот. Косметику, понятно, что она не юзает. Хотя я бы ей сделала какие-то, знаете, впавшие мешки, там что-нибудь такое. Под глазами. Это у нас не пойми что. А что у нас тут есть по мешкам? Можно было, конечно, такую вот страшную сделать, но... Во. Пусть будет вот такая. Она у нас, конечно, хоть чем-то должна привлечь слендера. Кстати, по поводу бровей. Они у нее достаточно толстые. То есть, они... Понятно. Сказала толстые, сделай прям вот такие вот широченные. Это прям вот... Мне кажется, у нее помягче такая вот должна быть дуга. Нет, она вряд ли их выщипывает. Вот можно от таких вот отталкиваться. И у нее сугубо должна быть дуга. Вот из-за того, что мы сейчас с вами юзаем рост, модно рост у меня стоит, то тут могут быть такие вот проблемки. Так. Вот такие вот у нее будут дугообразные самые. Я бы, кстати, сделала губы цвета кожи. То есть, совсем бледные. У нас тут что-то бледненькое есть? Нет. Бледненького у нас особо... Хотя мы можем что-нибудь такое взять. Она, допустим, захочет себя хотя бы слегка... Во. Смотрите. То есть, такой вот немножечко нейтральный цвет у нас есть. По поводу размера глаз. Понимаете, она на всех этих скриншотах. Она у нас тупо орущая, поэтому я думаю, что я только слегка их ей увеличу. У нее, кстати, кстати, если уж на то пошло, то можно ей сделать яркий черный макияж. Давайте чуть-чуть увеличим ей глаза. То есть, ей можно сделать такой вот размазанный макияж. Так. Который у нас будет имитировать ее, скажем так, то, что у нас есть в играх. Так. Черный. Что-то такое вот... Можно взять что-то типа такого. Такс. И... Не. Нет. Nope. Вот что-то такое. То есть, знаете, у нее он чисто такой вот обведенный. Вот сюда возьмем. И, мне кажется, надо чуть-чуть сюда. Угу. Вот такая у нас пусть будет. Кстати, можно было бы ей губы тоже сделать черного цвета. Потому что оно, в принципе... Ну, не пойми. Либо у нее губ вообще нет каких-то там толковых. Либо же они у нее вообще какие-то синюшние. Ну, я думаю, что для... Перед игрой мы ее с вами немножечко еще модифицируем. То есть, она же у нас незаконченный еще персонаж. Ну, точно она у нас будет такими вот черными глазами. Так. Худая, с черными глазами. И теперь надо волосы. А так как волосы у нее, в принципе, такие редкие, то я бы, в принципе, взяла то, что я использую те волосы, которые я использовала для Момо. Но, опять, понимаете, брать те же самые волосы будет неинтересно. Поэтому, я думаю, мы с вами подберем сейчас какую-нибудь похожую прическу. Можно было, кстати, взять что-то типа вот такого. Потому что они у нее, допустим, распущенные такие вот во все волосы. Во все волосы, во все стороны. Так, что у нас есть? Есть вот такие более длинные. Но, знаете, мне тут вариант как-то более понравился. Это такие цветные. Нет, это все неинтересно. Вот те мне понравились. Давайте вот те возьмем волосы. Эти. Да, вот эти получаются. Ну что, это у нас... Хотя, знаете, давайте чуть выше лицо сделаем. О! Чуть-чуть подбородок короче. И я думаю, что мы с вами сейчас для нее подберем какую-то одежду. Так как она ходила в длинных белых платьях, то, ну, брать для нее то же самое, что было у Грэнни, будет немножечко странным. Можно было бы, конечно, какое-нибудь такое платье. Но она же у нас из-под венца не сбежала. Я вообще, в принципе, читала истории этой Слендерины. Если вам интересно, тоже можете посмотреть. Вбивайте в гугл. И там, в принципе, все что угодно можно найти, как говорится. И где-то я читала, что у нее там была дочка. У нее там была внучка. У нее там была тетя-дяя. Короче, какой-то такой прям мексиканский целый сериал, связанный со Слендериной. Не. Блин, симпатичная платьица вот такая вот длинная, но... Слушайте, а может что-то такое ей взять? Как думаете? Или что-нибудь... Нет, ну это точно нет. Вообще бы вот такое ей какое-то пошло. Но белое тут... А, вот давайте вот такое. Пусть она у нас будет девочка в таком вот длинном белом платьице. По поводу обуви. А давайте вообще без обуви. Пусть у нас Слендерина будет без обуви. Так, у нас пошли угарчики. У нас пошел угарчик в виде различных глюков с одеждой. Мне кажется тоже, что ей должно быть что-то у нее... Что-то белое. Ну давайте вот такое вот полупрозрачное платье. Но мы ей сейчас должны сделать макияж. Ну, во-первых, обязательно подводочка. Либо можем ее такой вот грустной плачущей сделать. Так, что у нас с вами есть? Синие? Нет. Никакого синего. Вот нам сейчас нужны еще с вами черные тени. Вот черные тени. Давайте сделаем ей черные губы. Ну, в принципе же она может. Вот пусть будут такие вот тонкие черные блестящие губы. К сожалению, ребят, я бы с радостью меняла ей параметры руки-ног. Потому что я где-то читала, опять-таки, под роликом, когда я листала комментарии, типа Даша, надо было сделать у Слендера длинные руки-ноги. Но, ребят, как их сделать, если игра не позволяет это делать? Вы же тоже должны учитывать формат нашей игры. И что можно здесь сделать, и что нельзя. Поэтому я бы тоже ей уменьшила эти руки. Потому что они, блин, ну, совсем какие-то длинные, получается, для ее тела. Так. Что-то вот такое, может быть, взять для спорта. И вообще, в принципе, другие параметры, ребят. Это уже вообще от себя тена у меня сейчас идет. То есть я думаю, что, может быть, что-то мы забавное для нее сделаем. Или же наоборот. Потому что вот этой всей одежды, как вы понимаете, она вообще никогда нигде не вставала. Во что была одета Слендорина или еще кто-то. Поэтому будем сейчас с вами выдумывать. Давайте, может быть, какой-нибудь, ну, такой вот спальный наряд. Так. На вечеринку, ребята. В чем будет Слендорина ходить на вечеринке? Если у нас там будут в нашей психушке вечеринки. Это слишком неинтересно. Платьице, шматице. Вот мне почему-то кажется, что она будет в платье ходить обязательно. Что тебе взять? Давайте вот такое вот платьице будет. Но она будет босая. Вот на вечеринках она у нас будет ходить босой. Так. В чем ты будешь купаться, дорогая моя? Купальник, купальник, купальник. Кстати, подождите-ка. Я про кое-что важное очень забыла. Предлагаю для нее взять такой вот чисто черный. Спать она у нас... А, нет. Я думала взять что-нибудь из кугуруми вот этих наших. Но видите, что будет? Некрасиво будет. Поэтому убираем. Купальник мы с вами взяли. Какой-то там черненький. Ну и летом она у нас будет ходить. Если, например, в чем-то у нас будет летом ходить. Лето у нас точно же будет в игре. Учитывая, как мы с вами быстро все будем проходить, то лето у нас... Да, лето точно доживем. Пусть будет вот такой вот черный наряд. Ну, макосинчики, а чё бы и нет. Ну, а на зиму мы с вами возьмем... Так, что у нас тут есть? Давайте синий. И пусть будут какие-нибудь такие вот черные сапожки. Фу, друзья мои. Ну что, Слендерина это вообще была моя полная отсебятина. Потому что... Ну, вот я сейчас открыла эти самые картинки. Кстати, а что у тебя брови коричневые, если не должны быть черные? Я бы, кстати, брови ей сделала потолще. Такие нет. Ну, это совсем какие-то брови Аля Брежнев. Такие взять. Давайте вот такие. То есть у нее они достаточно широкие. По поводу губ я бы ей тоже, кстати, что-то нанесла. Какой-нибудь блеск помады. Но пока что давайте не будем отсебятина делать. Мы уже будем смотреть. Ну что, друзья мои. В принципе, мне было сегодня очень интересно попробовать интерпретировать тех или иных страшных персонажей в игре The Sims 4. Опять-таки, говорю вам, что это вольная интерпретация. Я просто знаю, что наверняка найдутся те критики, которые скажут, А, это все не так. Я не говорю, что это так. Это моя интерпретация. Я могу не согласиться с вашим вариантом, если вы будете делать... Как бы я имею на это право. Поэтому я прекрасно понимаю, что не все будут согласны... Согласны. Согласна. С моими вариантами. Но, может быть, кому-то будет полезно. Может, кто-то что-то интересное подчеркнет. И если сам будет создавать, то уже сможет знать, от чего отталкиваться. Ну что, ребят, вот такая у нас получается слендерина с красными глазами. А, подождите. Она же у нас... Слен-де-ри. А пусть она у нас будет... А, подождите. Она у нас... У нее фамилия Рина. Значит, она сленда будет. Сленда. Ну, может, давайте слендарина. Пусть будет сленда. Пусть уж так. Если у нас там будет слендер-мен, она у нас будет слендарина. Так, к чему-то у нас будет... Давайте она у нас к любви будет, к слендеру. Вот пусть она у нас... Или серийный романтик. А давайте сделаем ее серийным романтиком, потому что еще будет интереснее. Серийный романтик недотрога. Вот я знаю, я просто топовый этот самый. Будет немножечко неуклюжий. И будет какая-то у нас немножечко безумная. Ну, немножечко чудаковатая. Ну, ничего страшного. Ну что, друзья мои, сегодня мы с вами попробовали создать Грэнни. Вот такая у нас получилась Грэнни. Мне очень понравилась ее такая вот интерпретация в виде вампиров. Опять-таки, спасибо большое тому контенту, который я нашла в интернете. Это действительно очень стоящая штука. И, как видите, у нас получилось. В принципе, ее здесь... Ох, ребята, посмотрите, прям вены торчат. Мне кажется, что для нашего летсплея она подойдет просто идеально. И ее... Ну, будет дочь, ребят. Что поделать? Будет мать, потому что мы не можем выбрать, к сожалению, бабушку. Мы, конечно, могли бы заморочиться, создать мать, потом еще бабушка. Но я думаю, что если она будет ее матерью, то ничего страшного не произойдет. И вот такая вот слендерина. Высокая, худая. Давайте можем еще чуть-чуть выше ее сделать. И мне будет очень интересно попробовать за нее поиграть, за Грэнни, вообще за всех персонажей. Поэтому, друзья мои, во-первых, жду ваши какие-то интересные предложения. Может быть, вы хотите что-то еще внести до начала нашего летсплея. Может быть, какие-то модификации в психушку. Или же вы, допустим, видели какие-то челленджи, связанные с многими персонажами. То есть, когда у нас 8 персов, и для них нужно что-то сделать. Поэтому пишите в комментах. Ну и, конечно же, пишите, кого вы следующего хотите увидеть. Я, в принципе, в виде всех, кого вы хотите увидеть. Но мне нужен один персонаж для следующего ролика, потому что у нас уже есть 4. Пеннивайза, скорее всего, мы брать не будем. То есть, у нас будет скорее такая вот крипипаста больше, чем просто ужасные герои. Хотя посмотрим, посмотрим. Надеюсь, друзья мои, вам понравилось это видео. Если вы хотите больше интересных таких вот созданий персов, обязательно пишите в комментариях, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Увидимся уже в новых выпусках. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok